Застройщик ЖК Курортный Юрий Аганян пояснил, что в ближайшие дни планируется подписание договора с новой строительной организацией. Сдавать дома решено поэтапно. Первая очередь 22 дома. Они, к слову, по документам должны были быть сданы еще в 2016-м. Те дольщики, которые вложились в квартиры из других домов, отметили на совещании, а всего их планируется построить полсотни, смогут обменять свои квадратные метры. Всего же свои средства в ЖК Курортный вложили порядка 430 дольщиков. Необходимо в первую очередь решить вопросы с дольщиками. Их можно решить только путем ввода в эксплуатацию. В первую очередь исправить. Это тот минимум, который необходимо выполнить для реализации всего проекта. Поэтому, чтобы снять проблему дольщиков, в первую очередь необходимо с ними заключить дополнительные соглашения. Второе. В срочном порядке нужно получить их условия на подключение к воде и свету. Еще одна из первостепенных задач – это затянувшаяся проблема с водоводом на улице Медовая. В следствии последних процессов на протяжении 2013 по 2017 год происходит регулярный разрыв линии водовод. Только в течение 2015-2017 года произошло 70 аварий на высказанных водоводах. В следствии чего на длительное время, от нескольких часов до нескольких дней, значительная часть Адресского и Хостинского района находится без воды. Застройщик заверил, что исправить ситуацию работы на водоводе уже близки к завершению. Затраты на аварийный ремонт водовода он берет на себя. Строительство этого жилищного комплекса, как и всех остальных подобных объектов, находится на контроле у представителей города и края. Администрация Сочи регулярно проводит встречи застройщиков, представителей ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры. Главная цель – чтобы люди, вложившие свои средства в долевое строительство, смогли как можно скорее вселиться в свои квартиры. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...